Вот семь, без кого не обходится ни один новогодний праздник. В Борисовке собрались Дед Морозы и Снегурочки со всего округа. Звание лучшей новогодней пары поборолись семь творческих коллективов. На сцене своими нарядами блистал и дуэт у Сурийского локомотиворемонтного завода. Первый раз абсолютно. Мы с Орзе решили попробовать, узнали о конкурсе. Смотр конкурса Дед Морозов и Снегурочек уже проходит у нас более трех лет. Дед Морозов у нас в этом году и Снегурочек у нас семь пар. Такая хорошая цифра, такая удачливая цифра. И будет три задания у наших пар. Это дедная карточка, это сюжетная игровая программа и, конечно же, творческий номер. Дедушки поют и танцуют, и стихи рассказывают. Фестиваль собрал конкурсантов разного возраста. Каждый коллектив сопровождала своя группа поддержки. В их числе сказочные персонажи и символы наступающего года. Усложнял задачу выступающим антигерой по имени Гринч, который известен как искусный похититель Рождества. Украсть праздник злодею не удалось. Участники адрели зал позитивным настроением. Хоть и опыт выступления у Дедов Морозов со снегурочками разный. Сами мы из села Глуховка. Красивого села, которое находится вдоль трассы, которое ведет город Хабаровск. И который раз принимаете участие? Принимаем участие в этом замечательном конкурсе уже второй раз. Одними песнями и танцами новогодние пары не ограничились. Каждый хотел блеснуть оригинальностью выступления и одарить волшебством как жюри, так и зрителя. Все наши выходы связаны с цирковым жанром. Это новогодняя оригинальная фишка, да, внучка? В плане, конечно, хотим провести в игровой программе флешмоб с залом. Все прошло по традиционным канонам Нового года. С песнями, плясками, весельем и подарками. По итогам конкурсной программы судейская коллегия присудила победу Деду Морозу из ДК «Дружба» и Снегурочке из ДК «Авангард». Илья Аманатов, Антон Васиховский, Телемикс.